Привет тебе! Сегодня у нас будет видео с ответами на вопросы. Поехали! Первый вопрос. Есть ли высшее образование? У меня есть высшее образование бакалавриат по специальности менеджмент. Закончила я Санкт-Петербургский торгово-экономический университет. Сейчас он называется по-другому. Далее. Засыпаешь под свои ASMR? Нет, я даже не пересматриваю свои ASMR. Если я начну смотреть свои видео, я их просто все удалю. Это очень неловкое чувство смотреть свои ASMR. Сколько времени у тебя занимает макияж? Перед съемкой видео я обычно крашусь минут сорок. Не торопясь. Либо минут двадцать. Если я тороплюсь. Но я не люблю торопиться. Перед съемкой видео. Далее. Айфон или андроид? И почему? Могу сказать так, что когда я перешла на айфон, обратно на андроид я переходить не хочу. Но у меня никогда не было очень дорогого андроида. Чтобы можно было сравнить. Поэтому... Айфон. Но... Не знаю. Почему ты не создаешь свой телеграм? По поводу телеграма я думала. Но мне кажется, что мне не хватит времени, чтобы делать везде контент. Я даже в инстаграм очень редко выкладываю фотки. Следующий вопрос. Смотришь ли ты? Мармока. Мармока. Не знаю как правильно. Я слышала, что есть такой блогер. Но я не вспомню какой контент он делает. После этого видео я обязательно зайду и посмотрю. К чему тут этот вопрос? Я не понимаю. Честно. Вы очень часто мне пишите про рандомных блогеров в комментариях. И знакомите меня с какими-то новыми каналами. Я помню, что вы мне познакомили с каналом Фроста. Я до этого не знала. О существовании такого канала. Потом вы часто под игровыми видео мне пишите про Винди. Кажется так. Я тоже никогда не видела его канал до того, как вы мне писали. Вообще я сразу отвечу на вопрос. Что я по поводу игр. Я не смотрю прохождение игр. Тех игр, которые я сама снимаю. Потому что мне не интересно будет сама проходить их. И вообще не вижу в этом смысла. Я смотрю только те игры, которые я сама не прошла. Либо прошла и мне хочется посмотреть прохождение другого человека. Это как-то так. Часто вы меня знакомите с новыми ASMR-тистами. Если я вижу в комментариях, я обязательно зайду и посмотрю, про кого вы мне пишите. Следующий вопрос. Кем я мечтала стать в детстве? Я наткнулась по телевизору на передачу, где показывали жизнь плейбой моделей. Там все показывали прилично. Как они весело фотографировались. В каких домах они жили собственным фитнес-залом. Что они за собой очень следили, ухаживали. И им это все оплачивалось. Мне казалось, что это самая классная работа. Вот. В чем сила? Сила внутри каждого из нас. Ты можешь добиться всего чего ты хочешь. Практически. Главное приложить к этому усилия. Да. Я думаю, что так. Каких ASMR-тистов ты знаешь? И кого больше смотришь? На самом деле по поводу ASMR-тистов я знаю большинство из них. Особенно у кого на канале более 50 000 подписчиков. Я знаю всех из русских ASMR-тистов. А по поводу того, кого я смотрю больше. Это зависит от моего настроения. От рекомендаций YouTube. Я смотрю просто рандомные видео. Как-то так. Честно скажу. Последнее время я мало смотрю ASMR-видео. Либо смотрю их очень непродолжительное время. Я включаю пару минут, посмотрю и выключаю. Я не знаю, с чем это связано. Но надеюсь, что это пройдет. Я снова начну смотреть ASMR и наслаждаться им. Потому что, понимаете, когда я начинаю смотреть ASMR, я слушаю какой звук, какая картинка. Я не могу расслабиться. Не могу. Не получается. Поэтому я даже вам завидую. Потому что до съемки ASMR-видео я наслаждалась просмотром ASMR-видео. Очень много слова ASMR. Сколько лет вашему каналу? Моему каналу 4 года было недавно. Я немного поправила экспозицию. Сделала немного светлее. Потому что солнце заходит. И я не успеваю контролировать это. Давайте дальше. Следующий вопрос. Хочешь ли ты завести семью? Сложно. Сложный вопрос. Но честно скажу, что у меня нет цели завести семью, создать семью. Такой цели я не преследую. Если это будет, то окей. Но сама специально я к этому не стремлюсь. Мне кажется, чтобы создать семью нужно приложить массу усилий в эту сторону. Давайте дальше. За кем из известных людей ты бы поужинала? Не знаю. Наверное не за кем. Потому что я могу хотеть поужинать с человеком. А этот известный человек вряд ли хочет поужинать со мной. И поэтому для него это я буду как абуза. То есть ему будет со мной неинтересно. Он обо мне ничего не знает. И поэтому наверное не за кем. Я думаю так. Сделать селфи. Наверное хотела бы... Ну не знаю. С Jared Leto. Пусть будет так. Или с Johnny Depp. Или с кем. Да с кем угодно. С Angelina Jolie. С кем угодно. Сколько подписчиков ты хочешь достичь? Я скажу вам по секрету. Что для блогера не важно столько подписчиков, сколько просмотров. Самое главное это просмотры, а не подписчики. Но подписчики это скорее приятный бонус. Конечно приятно, когда у тебя 1 миллион. Или 2, или 3, или 10, или 20, или 100. Это очень приятно. Но еще больше приятно, когда у тебя просмотры соответствуют количеству подписчиков. Но... Сейчас на YouTube это очень сложно достичь того, чтобы у тебя были просмотры всегда большие. Очень сложно. Алгоритмы жестокие. Очень жестокие. Поэтому... Не знаю. Но... Я морально тоже готовлюсь к тому, что когда-то все закончится. Да. Самое главное, что у меня было чем заняться. Чем-то новеньким. Опять уже потемнело. Я говорю... Постоянно темнеет и я поправляю экспозицию. Так. 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 Следующий вопрос. Были ли у тебя мысли, что ты больше не хочешь снимать ASMR? Нет. Не было такого. Были мысли относительно того, что я не хочу в данный момент снимать. Например, у меня болит живот или болит голова. Или я плохо себя чувствую. Либо я не уверена в видео, которое я планирую снимать этим днем. То я откажусь от съемки. Скорее всего. А именно в долгосрочной перспективе. У меня таких мыслей не было. Нет. Ко мне идет павлин, твою мать! Ко мне идет павлин. Ко мне? Это неwhat, мою мать. Продолжение следует. Я об tackов Best. Идем с этим. Нажимаю. У меня не надо. Сырочная перспектива. Нет. Сейчас я буду调打. Сырочная перспектива. У меня нет. павлина я очень надеюсь, что вы видите павлина он сам пришел ко мне прямо с другого края сам пришел ко мне мой хороший я думала, что у меня не получится снять павлина но получилось у меня есть еще хлеб вопрос относительно детей хочу ли я детей? планирую ли я детей? я отвечу на этот вопрос так я не child free довольно сложная тема но у меня в жизни с детства было 3 страха первый страх это свадьба не замужество а свадебная церемония это ужас я не знаю, как можно решиться на свадьбу он отвлекает он очень быстро ест перерыв давай давай на 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 короче птенчик ушел так вот я собрала все свои мысли в кучу и могу сказать так что в детстве где-то мне было 12 лет когда я смотрела кассету мамы с папой свадьбы сразу скажу что отца у меня нет живых с самого рождения он погиб вот и когда я смотрела кассету со свадьбы там было все в русских традициях выкуп все все было как положено и я смотрела на этот ужас для меня это был ужас и я думала неужели мне тоже придется через это пройти но когда я выросла я поняла что нет не обязательно можно не выходить замуж вот а второй страх второй страх второй страх это рождение ребенка я не знаю но мне кажется это так больно при этом я думала всегда что больно именно когда сами роды когда рождается ребенок но сейчас я знаю что еще несколько часов очень больные а еще и после родов это все восстановление это просто кошмар я не знаю честно надеюсь я фокус я не знаю как на это все можно решиться скажите мне и те кто рожает просто для меня я не знаю я не знаю просто мое почтение не знаю я именно не готова к этому да и в целом когда я представляю ребенка я представляю только дочь а если будет сын я не справлюсь нет а я все таки рассчитываю исключительно на свои силы вот короче пожалуйста не грустите меня темой поводу детей если это будет то это будет а если нет то скорее всего нет скорее всего нет самый главный страх всей моей жизни это страх что меня похитят что меня похитят инопланетяне да возможно это связано с тем что я родилась в 90-е и тогда тема инопланетян была очень популярна просто очень и я боялась что меня похитят будут опыты надо мной делать очень страшно очень очень пока совсем не стемнела давайте отвечу еще на пару вопросов самый страшный сон который тебе снился я помню один сон очень страшный сон я не знаю бывает у кого то так или нет но я думаю у всех так что во сне вы переживаете все так как будто наяву то есть очень сильно вы переживаете эмоции и я помню свой самый страшный сон я все все гадали лет в 15-16 все гадали и я не исключение но я не верила в это безусловно никто в это не верит просто просто так в общем как я гадала я расчесала волосы и положила под подушку в определенный день и сказала сушеный ряженый приснись прийти ко мне во сне все такое и вы не поверите мне он приснился причем это был самый страшный сон в моей жизни я помню как он выглядит давайте начну сначала я оказываюсь в доме двухэтажном доме и я понимаю что я не могу из этого дома выйти и я жду с работы мужа приходит с работы мужа и я чувствую себя как в какой-то клетке то есть я не могу никуда пойти я никого не могу позвать и мне так во сне было плохо как будто реально я в клетке как будто меня заперли и я не могу никак выбраться вообще никак и я помню как этот муж выглядел муж он был одет вовсю черно причем у него были длинные волосы я не помню насколько длинные но они запирались сзади в хвост ну возможно еще вот такой хвостик он был полный причем килограмм 150 я думаю не знаю и у него была цепь на шее то есть это как бандит из 90-х он реально как бандит из 90-х вот возможно я какой-то фильм до этого смотрела не знаю почему именно такой человек мне приснился но чувствовала я себя просто отвратительно и когда я проснулась я захотела запомнить этот сон для того чтобы проверить реально у меня будет такой муж или нет возможно поэтому я этот сон до сих пор помню не знаю ну и еще один был страшный сон как уже потом выяснилось это был просто сонный паралич я помню помню что я проснулась открыла глаза я видела перед собой всю комнату но я не могла пошевелиться я была в такой панике это просто я пыталась закричать позвать на помощь но я не могла ничего сделать при этом темнело я не могла ничего сделать мне было очень страшно я пыталась пошевелить хоть пальцем хоть чем-то я прикладывала массу усилий при этом я все понимала и видела комнату и в итоге я потом все таки проснулась спустя какое-то время я просто была в шоке что это был страшный сон и потом я уже поняла спустя пару лет что это был сонный паралич и второй раз у меня тоже был сонный паралич совсем недавно и прикол в том что когда он был я видела как все стоит в комнате как лежит моя собака и когда я открыла глаза когда этот сонный паралич прошел моя собака лежала в точно такой же позе когда я была с закрытыми глазами это очень странно очень странно и не хочу вас загрузить этой темой вот 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 также было много вопросов относительно того как я к кому отношусь к см артистам из все я все как к кому я отношусь к см артистам я к всем хорошо отношусь и кого вы писали hey helen kitty clave я не помню кого-то еще писали но чаще всего hey helen и kitty clave я отлично ко всем отношусь и хотела бы сказать вам что пожалуйста просто молю вас никогда не сравнивайте см артистов ASMR это не соревнование в котором есть победители и проигравшие нет каждый автор делает свой контент таким каким он его видит и это и здорово поэтому пожалуйста не надо сравнивать не надо грузить тем у кого лучше микрофон у кого больше атрибутики еще что-то еще что-то ASMR это вообще не про это вообще не про это то есть кому-то может нравиться просто ролик как я сижу и шепчу у микрофона а кому-то может нравиться замороченный косплей кому-то еще что-то поэтому пожалуйста не сравнивайте см артистов короче тут вообще уже музыка все стемнело и мне пора поэтому целую тебя пока пока